Клиентов нет, но у Даниэла Аслан все готово. Шесть недель назад ей пришлось закрыть семейный ресторан в пригороде Иерусалима из-за пандемии коронавируса. Она поддерживает карантинные меры, которые ввело правительство во главе с Бенемином Нетаньяху. Однако теперь Даниэла беспокоится за семейный бизнес. После полутора месяцев локдауна мы по-прежнему закрыты. Хотя есть услуги доставки и еда на вынос, но это капля в море. Бизнес дышит наладом, и я не знаю, выживем ли мы. Каждое утро Даниэла с мужем готовят пиццу на вынос. А тем временем правительство вырабатывает курс, согласно которому смогут частично возобновить работу некоторые предприятия и фирмы. По словам Даниэлы, ей не хватает конкретного плана выхода из локдауна, как и многим другим. В Израиле нет так называемой стратегии выхода, которую представили бы общественности. Никто не говорит, например, если число инфицированных будет меньше 200 человек, то мы откроем это. А если больше, то закроем вот это. Как насчет школ? Какая у них программа? Как им работать? Вспышка коронавируса произошла на фоне глубокого политического кризиса в стране. В начале марта снова прошли внеочередные парламентские выборы, третьи в течение года. Только в конце апреля Бениамин Нетаньяху и его бывший соперник Бени Ганс подписали соглашение о создании правительства национального единства. По данным СМИ, соглашение предполагает переход должности премьер-министра через полтора года от Нетаньяху к Гансу. В начале Нетаньяху хвалили за то, что он быстро ввел карантинные меры, например, ограничил поездки и де-факто закрыл границы в самом начале вспышки коронавируса. Но теперь в Израиле обсуждают экономические последствия локдауна. Распродажа в небольшом магазине в Тель-Авиве. Он закрывается, гласит табличка. Уровень безработицы в стране вырос с 4 до 25 процентов. Я не думаю, что им ясно, куда идти. Кажется, что они делают все очень спонтанно, не особо задумываясь. На мой взгляд, правительство подвергает нас стрессу. Они могли бы дать нам больше свободы, потому что люди придерживаются ограничений. Как и во многих других странах, людям в Израиле сейчас приходится нелегко. В долгосрочной перспективе работу политиков будут оценивать по тому, как они борются с коронавирусом и какой будет ситуация в экономике.